Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Панао Исимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. Сегодня в выпуске. Импортозамещение. Алматинская область 100% производит 10 видов продукции и на 90% 5 видов. Кто пойдет в депутаты? Озвучены первые итоги Праймерис в партии Нур-Отан. Жатва. Несмотря на засушливое лето, аграрии Панфиловского района собирают по 750 центнеров с гектара. Казахстан может стать одним из мировых продуктовых хабов наряду с США, Австралией, Бразилией и Аргентиной. Такой прогноз сделала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. На сегодняшний день наша страна в полной мере обеспечивает себя 23 из 29 основных потребляемых продовольственных товаров. Для увеличения производства по оставшимся шести видам правительствам страны будет разработан комплексный план. Особую роль в обеспечении внутреннего рынка отечественными товарами играет Алматинская область. В регионе планируют реализовать ряд проектов по уменьшению импортозамещения. Какие конкретные меры будут для этого приняты, узнавал Ануар Амангельдинов. Импортозамещение продовольствия – стратегическая задача руководства страны. Казахстан обеспечивает себя 23 из 29 основных потребляемых продовольственных товаров. 15 видов из них производятся в Алматинской области. На это нацелены крупные инвестиционные проекты. Однако по ряду продуктов импортозависимость ещё ощутима. Для увеличения производства по оставшимся шести видам товаров поручаю Министерству сельского хозяйства в течение месяца принять комплексный план мер по насыщению рынка отечественными производственными товарами. К 2024 году планируется открыть новые птицефабрики, мясокомбинаты, молочные и сахарные заводы и увеличить площадь яблочных садов. Задача Алматинской области – обеспечить сахаром основное потребление населения страны. Для этого разработана региональная программа развития свекловодства и перерабатывающего сектора. Ежегодно два завода области проходят масштабную реконструкцию, увеличиваются площади посевов. Также свеклосеющим хозяйством предоставляются субсидии на технику, элитные семена и минеральные удобрения. В этом году в регионе планируют собрать 550 тысяч тонн сладкого корня и выработать более 50 тысяч тонн сахара. Как заверил глава ЖИТУСУ, с каждым годом показатели будут увеличиваться. «С 2021 года на базе Аксузского и Коксузского заводов планируем запустить производственную линию по переработке сырца. На данный момент заводы приобрели необходимое оборудование и ведут монтажные работы. Эти работы позволят нам с 2023 года производить до 300 тысяч тонн продукта». Большое внимание уделяется и молочной отрасли. В этом направлении работают 21 предприятия. Суммарно они производят 280 тысяч тонн молока. С целью обеспечения заводов сырьем в области создано 82 молочно-товарные фермы. До конца года в регионе планируют ввести в эксплуатацию еще 6 МТФ. Активные обороты развития набирают и мясное направление. Эта отрасль особо привлекательна для международных инвесторов. «В области сформирован пол из 76 инвестиционных проектов в сфере АПК на общую сумму свыше 65 миллиардов тенге. Для увеличения производства мясной и колбасной продукции в прошлом году были введены два мясокомбината «Империя фут» и «Хаинда» общей мощностью 24 тысячи тонн. Ведется активная работа с инвесторами по реализации проектов компании «Тайсонфут» и «Бауман» по глубокой переработке крупного и мелкорогатого скота. В настоящее время компании «Бауман» готовится проектно-сметная документация и в апреле 2021 года начнутся строительно-монтажные работы. Область занимает лидирующие позиции в республике по производству мяса птицы и обеспечивает 39% потребности страны. После шестилетнего простоя восстановлена и модернизирована птицефабрика «Отан Гринфуд» мощностью 29 тысяч тонн. Всего действуют 10 крупных птицефабрик. В настоящее время в Алматинской области реализуются проекты по строительству еще двух птицефабрик в Вилийском и Уйгурском районах. Общая их мощность свыше 50 тысяч тонн мяса. Всего на внутреннем рынке области доля отечественных продовольственных товаров составляет 85%. Ануар Амангельдинов, Жаслан Шенгенжи, телеканал ЖИТСУ. 94,2%. Алматинская область подтвердила свое лидерство в рейтинге регионов страны в голосовании в праймерис. Напомним, от нашего региона во внутрипартийных выборах приняли участие 1047 человек. С 15 сильнейшими кандидатами региона встретился председатель областного филиала партии. Первый этап праймерис для кандидатов позади. Но это только начало пути для каждого выдвиженца. Впереди участие в дебатах на конференциях районного, городского и областного уровней. Новое голосование делегатов встречи определит сильнейших. Как отметил глава региона Амандык Баталов, каждый кандидат должен осознавать всю степень возлагаемой ответственности, оправдать доверие своих избирателей, а потому в партийный резерв войдут лишь достойнейшие. Наряду с этим знания государственных и региональных программ развития и основных направлений ежегодных посланий президента страны должны стать основой деятельности будущих депутатов, считает Амандык Баталов. Как вы себя покажете во время предвыборной гонки, да, это уже от вас тоже зависит. Чтобы все, кто выбирал, вас сказали, вот достойный депутат. Вместе с тем немаловажное значение глава региона придает и осведомленности кандидатов о достижениях области. Ведь во многих из них наш регион является лидером по республике. Везде у нас динамика очень стабильная. Мы двигаемся по всем основным показателям, особенно по внутреннему региональному валовому продукту. Это 3,5, почти триллиона тенге – это очень большой показатель. Очень большой. И объемы промышленного производства. Мы аграрный регион, сельском хозяйстве мы уже к триллиону подходим. И самый большой объем доли перерабатывающей промышленности у нас, Алматинской области по республике – 87%. За четыре дня голосования в Праймерис в Алматинской области приняли участие свыше 77 тысяч членов партии, отдавших свои голоса за сильнейших кандидатов. В числе народных избранников, прошедших первый тур, и жительница Ажамбылского района Алия Апсеметова. Многодетная мать, общественный деятель и журналист Алия планирует реализовать проекты в социальной сфере. Почему я вообще пошла в Праймерис? Женщина больше социальные проблемы поднимет, что у нас улучшится именно социальная сфера. Вопросы материнства и детства, вопросы обучения детей в школе, вопросы безопасности и справедливости именно в нашем обществе. Я вот именно мой лозунг в Праймерис был – справедливость и безопасность. Я хотела бы призвать всех женщин быть активными, быть не аполитичными. Женщина, мы можем быть в политике. Сегодняшние кандидаты, среди которых предприниматели и учителя, врачи и общественные деятели, объединились в Праймерис, чтобы сообщать, решать проблемы электората и быть полезными обществу. Благодарственные письма каждому кандидату стали высокой оценкой Акима области за их активную гражданскую позицию. Партия «Берлег» намерена продолжать акцентировать свою деятельность на проблемах социально уязвимых слоев населения и улучшения уровня жизни в сельской местности. Об этом и ряде других тем сообщалось на пятом внеочередном съезде партии, проведенном в онлайн-режиме. Концепцию и взятый курс поддерживают 180 тысяч ее членов по стране. На съезде мы приняли решение как видео онлайн проводить съезды, оказание помощи сельской молодежи, так как вы знаете, сейчас больше безработных в сельской местности. Насчет коррупции были приняты решение, экологическая обстановка по Казахстану, будут приняты программы дополнительные. В 13 из общеобразовательных школах из 58, где идет ремонт, наблюдается отставание от графика. Проблемные вопросы обсуждены в ходе видеоконференции с руководителями регионов. К примеру, два учебных учреждения Кигенского района по плану должны вводиться в эксплуатацию в этом месяце. Но работы там завершены только наполовину. Процесс тормозится из-за недобросовестного подрядчика «Тонус». В случае срывов графика дальше ими будут заниматься в судебном порядке, отмечают ответственные лица. Ускорить работы необходимо и в средней школе имени Абая города Талкурган. Подрядчики обещают сдать объект к 11 ноября. В капремонте заняты 46 человек. Для сдачи объекта в срок, в число рабочих необходимо увеличить до 75. За исполнением поручений будет лично следить заместитель Акима Алматинской области Рустам Али. Все отстающие от графика объекты держать под строгим контролем. Проводите на постоянной основе мониторинги, так как качество на первом месте. В конце рабочей недели проведем дополнительное селекторное совещание. 239 человек прилетели в Алматы без справки на COVID-19. Новые правила карантинных ограничений вступили в силу в Алматы. Сегодня до полудня в мегаполис прибыло 9 международных авиарейсов из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Белоруссии и Кыргызстана. Их на борту больше тысячи пассажиров. Ни у кого из них повышенная температура не отмечалась. Но, как оказалось, 239 человек прилетели без справки о прохождении ПЦР-теста. Их провели через отдельный зал и отправили в гостиницы города для сдачи теста на коронавирусную инфекцию. Там они будут находиться два дня. Санитарный пост и карантинный стационар возобновили работу в Костанайской области на границе с Россией. Такое решение принял оперативный штаб приграничного Житикаринского района в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. С 6 октября все прибывающие в Казахстан будут проходить обязательную термометрию и анкетирование на пропускном пункте Жилькуар. Автопереход ежедневно пересекают около 120 человек. Людей с повышенной температурой и признакомой рви готовы разместить в инфекционном отделении больницы и карантинном стационаре на 40 коек. Его развернули на базе регионального центра для реабилитации инвалидов. В Алматы задержан мужчина, вымогавший у местного предпринимателя 30 миллионов тенге. Подозреваемый представлялся сотрудником Департамента экономических расследований. Он был задержан с поличным сразу после получения денежных средств и дал признательные показания. Как выяснилось, ранее он действительно работал в ведомстве, но три года назад был осужден за получение взятки и уволен. Сейчас ведется досудебное расследование. Талдыкурганских педагогов торжественно поздравили с Днем Учителя. За высокий профессионализм, огромное терпение и преданность профессии их поблагодарил Аким города Талдыкурган Галмжан Абдраимов. Мероприятие приурочено к предстоящему Дню города. Добросовестный труд педагогов и воспитание подрастающего поколения не могут оставаться в тени. В честь одного из самых благородных праздников страны – Дня Учителя лучшие преподаватели города – удостоились дипломов и почетных грамот из рук главы областного центра. Профессиональные заслуги трех учителей Талдыкургана были отмечены благодарственными письмами министра образования и науки Казахстана, среди которых Хаир Нисаба Зарбаева – преподаватель музыки с 35-летним стажем. «Я, конечно, рада тому, что меня отметили такой высокой наградой. Это меня вдохновляет на новые достижения. Мои ученики-домбристы побывали в ряде зарубежных стран, где завоевали призовые места. Многие из них поступили в консерваторию. Есть и те, которые уже вернулись в родные пенаты, уже в качестве преподавателя. Я горжусь творческими достижениями своих учеников». Профессия учителя во все времена была почётной и уважаемой. Именно педагоги вносят неоценимый вклад в будущее страны, а государство, в свою очередь, создаёт необходимые условия для всестороннего обучения и роста молодого поколения. В нынешнем году в области строятся 23 школы, одна из них в селе Антемах на 1200 мест. «В прошлом году, если бюджет был 13,1 миллиард тенге, в этом году уже 18,7 миллиардов тенге выделяется именно в образовании. В этом году начат капитальный ремонт в трёх школах, 21,23, первая школа. В трёх школах, в 14, 15, уже 19 школах сегодня проводятся благоустроительные работы, двора. Это тоже 2,2 миллиарда тенге выделено. Сегодня ещё раз хочу поздравить наших учителей с праздником. Желаю счастья и здоровья». Профессиональный праздник – День учителя. В городе Талдыкурган отмечают более 2,5 тысяч педагогов. Они занимаются повышением знаний порядка 32 тысяч учеников. Гульназ Мустафа, Габит Кабдрахманов, телеканал ЖТСУ. В Панфиловском районе началась уборка кукурузы. Основная часть урожая отправляется на завод для переработки, где из неё производят почти 10 наименований продукции. От полей до завода кукуруза проходит огромный путь. Какой – узнаем из сюжета. В крестьянском хозяйстве «Эрнар» работают 5 комбайнов. Современная многофункциональная техника собирает до 8 килограммов терна в секунду. В нынешнем году, несмотря на нехватку воды, урожай кукурузы не хуже прошлогоднего – более 750 центнеров с гектара. С полей кукуруза отправляется на просушку. От этого зависит цена приёмки на завод. В прошлом году мы собрали больше 12 тысяч тонн урожая. В этом году планируем увеличить объём до 15. Здесь производится сушка собранной кукурузы. По прибытию с поля её влажность составляет 23-25%. Используя солнечные лучи, мы уменьшаем уровень до 14%, после чего отправляем её на завод. На завод кукурузу прибывают круглосуточно. Крестьянские хозяйства в день привозят более 1000 тонн. Специальные компьютеры ещё до разгрузки проверяют уровень её влажности, согласно которому варьируется и цена приёма. Эти и многие другие данные незамедлительно фиксируются работниками. Да, цена приёма варьируется, согласно влажности, от 750 тонн до 60 тонн. Дальнейшая кукуруза переходит у нас после сушки, мы отправляем её на хранение. Где у нас хранится, после хранения мы отправляем на переработку в цех крахмалопадшинный завод. Несмотря на пандемию, урожай кукурузы в этом году не пострадал. Получая от государства поддержку в виде субсидий на удобрения, гербициды и топливо для транспорта, крестьянские хозяйства намерены увеличивать объём посадки востребованного звака. Рустам Аралбаев, Айдос Калиев, Телеканал ЖИЦУ. Число пострадавших в результате вспыхнувших в Бишкеке протестов составило почти 600 человек. Около 150 были госпитализированы. Эти цифры называет Киргизский Минздрав. На стихийном митинге манифестанты потребовали освободить тех, кого они называли полицоключенными. Из тюрем на свободу уже вышли экс-президент Атамбаев, экс-премьер Исаков, а также два бывших депутата. Манифестанты захватили столичную мэрию и Белый дом, где находится парламент и администрация президента. По официальным данным, численность протестующих достигла от 5 до 6 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп может быть выписан из больницы уже в понедельник, после чего вернется в Белый дом, где продолжит лечение. Об этом заявил представитель команды врачей и главы государства Брайан Гарибальди. Кроме того, он сообщил, что Трамп получил вторую дозу экспериментального препарата ремдесивира. При этом побочных эффектов у него нет. Функции печени и почек в порядке. За пациентом пристально наблюдают врачи. С Трампом они проводят 24 часа в сутки. Тем временем сторонники президента собрались у военно-медицинского центра в Вашингтоне, где последние дни находится президент. Многие из них были одеты в майки с изображениями американского лидера и держали национальные флаги, свечи и транспаранты с надписями «Да благословит Бог Трампа». Тяжелые бои идут на большей части фронта в Нагорном Карабахе. Баку объявил, что он отвоевал село Мадагис. И это позволяет ему контролировать дорогу, связывающую регион с Арменией. О значительном продвижении азербайджанских войск заявил и президент Турции Реджеп Таиб Эрдоган, в очередной раз подтвердив свою полную поддержку братскому народу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на выводе армянских войск с оккупированных территорий. Власти Армении факт значительного продвижения азербайджанских войск отрицают. По их словам, они улучшили свои позиции и подготовили почву для дальнейшего продвижения. Минобороны Армении сообщило о гибели в зоне конфликта более 240 военнослужащих и добровольцев, назвав их поименно. Каратисты Алматинской области готовятся к региональным и международным турнирам. Тренируются как взрослые, так и дети. Для подрастающего поколения при первой же возможности организуют чемпионат Алматинской области за выход на первенство страны. А вот именитые мастера уже начали подготовку к континентальным состязаниям. Предварительно зарубежные соревнования состоятся в декабре. Тему продолжит Алексей Цой. Еще в начале года 10 воспитанников под руководством квалифицированного тренера Зайны Бетировой завоевали призовые места на чемпионате Казахстана. А уже во время пандемии выделился спортсмен Мерей Суюнов, завоевав кубок Сенши. Многочисленные факторы повлияли на карьеру Ирки Блана Бесимбаева. Много соревнований не состоялись, где спортсмен претендовал на звание чемпиона Азии, Европы и мира. Чемпионат Европы, где должен был принять участие Ирки Блана Бесимбаева. Подорвались основным его турниры. Это чемпионат Европы. Также у нас должны были участвовать молодежные сборные. Потом она сорвалась. Чемпионат мира по фулл контакту, который в мае должен был пройти в Японию. Там тоже должен был Ирки Блана принять участие. Ну и чемпионат Азии, который должен был пройти в сентябре в Таиланде. То есть все эти крупные турниры, такие как Европа, Азия и мир, они перенесены на 2021 год. Однако до сих пор под вопросом чемпионат Европы среди молодежи до 18 лет. Проведение кубка запланировано на декабрь. Целый ряд спортсменов из Алматинской области намерен завоевать призовые места на престижном первенстве. Туда наши девочки готовятся. Это Кали Ахметова, Санья, Акатаева, Данейня, Крамбека, Симбай, Ташкенбаева, Аделина, Дубровина, сестра. То есть мы не теряем надежду, что все-таки в декабре пройдет этот Кубок мира. Он должен пройти в Болгарии. И ребята готовятся. Мы надеемся, что все пройдет. Между тем, пока в мире приостановлены практически все спортивные события, активно ведется работа с юниорами. Как отмечают тренеры, при первой же возможности состоится чемпионат области. Порядка 80 юниоров уже готовы принять в нем участие. Я занимаюсь уже 8 месяцев. И я хочу добиться черного пояса. И, конечно, самый высокий данный. Основная цель, я хочу понять, что такое карате. И хочу добиться многого. Мастера восточных единоборств настроены серьезные. Тренировки проходят согласно графику три раза в неделю. Если все же соревнования состоятся, то житцузские спортсмены домой без призовых мест не вернутся, говорят тренеры. Алексей Цюй, Жаркан Шантаев, Яблай Кутукбай, телеканал Житцу. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова